Здравствуйте, друзья! И сегодня у нас на канале основная часть большого интервью с Олегом Маскаевым. Ранее мы выложили фрагмент о том, как Маскаев нокаутировал Виталия Кличко во времена Советского Союза. Ссылка в описании. В этом видео про сорвавшийся бой с Майком Тайсоном, криминал в Америке, победы над Хасимом Рахманом, талант Александра Усика и готовность Маскаева вернуться на ринг. Приятного просмотра! Вы сейчас дома в Сакраменто, правильно понимаю? Это ваш дом, да? Да, я сейчас дома. Как вообще там в городе у вас? Спокойно, неспокойно в связи с всеми этими вирусами? Живем для кого-то, может быть, отца, кто связан с работой, где надо ходить между людей, с людьми общаться. Но у нас такого нет. То есть, в моей семье это будет. В Малайе, допустим, у меня Малайя, которая учится у меня в университете Малайя, у них то есть закрыли это все полностью. Вокруг дома занимаюсь делами, как обычно. Знаю, что нельзя выходить там на народ, общаться с людьми много. В магазин пойдешь, и единственное, в магазин пойдешь, там в магазины все открыты, все люди спокойно, какой-то паники нет здесь. Вы знаете, что в Сакраменто здесь тепло, да? Да. А где тепло, это вирус, он не так сильно. Я думаю, вот те города, которые, допустим, Нью-Йорк взять, там влажность, да, или взять Флориду, там большая влажность. Поэтому там этот вирус, он не очень так преобладает. А здесь Калифорния сухой климат, вот, поэтому он не так опасен здесь, в Сакраменто. И люди в основном ведут себя, как говорится, спокойно, защита есть у них. Знают, что дистанцию надо, там очереди, все. Такой паники нет, потому что правила знают, как нужно вести себя, чтобы обезопасить тебя от этого вируса. Как же я поступаю? Потому что у меня большая ответственность с родителями, у меня же родители пожилые. Поэтому на мне это ответственность, поэтому я очень аккуратно себя веду. Как часто в Россию приезжаете? Приезжаю, это где-то, в прошлом году был последний раз, когда мы два раза были, в апреле были, в мае были, с марта на апреле и в мае были. Вот, приезжали два раза, здорово было. Ну, проехались по всей России. По каким делам обычно приезжаете? Приезжали, в Нижний Новгород был, в Самаре были мы, вот, в Саратове были, в Саранск заезжали на родину. По каким делам приезжаете обычно? Просто к родственникам или какие-то другие дела? Ну, я приезжаю по общественным делам. Знаете, что я верующий человек, вот, и среди верующих людей, вот, с кем я общаюсь, приглашают меня, с молодежью общаемся. Ну, то есть, делюсь своим опытом, своей историей, да, вот, что я прошел в жизни, вот, и есть молодежи, что передать, посоветовать, вот, чтобы, как говорится, у людей был правильный взгляд на жизнь. Сколько у вас гражданств сейчас? У меня, у меня дворное гражданство. У меня российское гражданство и американское. Вы знаете, что я уехал в 90-х годах, многие говорят, потому что в 90-х годах мы уезжали, было просто, бокса не было. Что с казахстанским паспортом? У вас же раньше он тоже был, насколько я знаю. У меня не было казахстанского паспорта, у меня был паспорт Советского Союза, вот, а потом я же уехал в Узбекистан, вот, и где прошел, вот, самое, срочные два года в армии, в спортроте, и потом остался на сверхсрочном. Службу. И был в спортроте, вот, и входил в сборную Узбекистана, спортивный клуб армии, и отца моей, и входил в сборный клуб армии Советского Союза, то есть СКА. ССКА уже ходил, боксировал за него. Вот, и поэтому, как в сущности, у такого не было паспорта у меня казахстанского, а узбекский паспорт был. И что с ним сейчас? Сейчас нет уже? Сейчас его нету. Потому что я с Узбекистана давно уехал, вот, и у меня, как бы, немножко, вот, отношения получились не совсем, не совсем хорошие. Потому что в то время, когда я уехал, меня же там, они объявили, что я дезертир, вот, я не имел права, там, без разрешения руководства уезжать и делать свой выбор, свой личный. Вот, как бы, я должен был, самое, вернуться назад, на Олимпийских игр участвовать, вот, в 96-м году. Я принял другое решение. И у вас, как бы, да, отняли паспорт, получается, так? Да, сделали, я же был еще офицером, был, младшим лейтенантом. Вот, и по этому, и по армейской линии, вот, как и раньше нашим хоккеистам, и Фетисову, там, Лорионову, там, вот, насколько я помню, делали дезертирами. Так и меня. Только, как меня это до сих пор, это не сняли. В 96-м году вам Путин выдал российский паспорт, насколько я знаю. Расскажите, как это получилось, как это случилось? То есть, вам неожиданно позвонили и сказали, Олег, мы вам решили выдать паспорт. Как это вообще произошло? Во-первых, у меня было... Получить российское гражданство, у меня было у самого огромное желание. Я, то есть, не то, что мне там, я там, везде ходил, там, и просил. Ну, получилось так, что, когда я стал... Этой возможности не было у меня, потому что я уже здесь был, вот, и постоянно приезжал, уезжал. И когда я стал чемпионом, наконец-то эта возможность, она, это самое, появилась. И когда мне приехали, задали вопрос, а зачем тебе нужно российское гражданство? Я помню, СНТВ приезжали, и здесь его делали, в Сакраменто, в Калифорнии. Вот, я на тот вопрос ответил, что, на ком я языке здесь разговариваю, даже я живу в Штатах. Я разговариваю на узком языке, поэтому у меня корни, у меня корни, мама у меня с Пензы, родилась в Пензе, а папа у меня родился в Мордовии, то есть в Зубово-Поляне. Я говорю, я русский человек, поэтому хочу иметь русское гражданство, я говорю на русском языке. Я всегда здесь останусь, русский. И после этого вы вот это сказали в интервью, да, и вам поступил звонок, правильно? Да, просто вышло на интервью, вышло на общественность, и после этого у меня сразу дошло доверху, и я очень рад, что мне выдали гражданство. А кто звонил, кто это был? Какой-то чиновник, я правильно понимаю, кто это? Я думаю, что это уже организаторы боя, уже они занимались этой работой, я уже сейчас не помню определенных, просто не хочу фамилию указывать. Но я уже когда приехал в Москву, то есть делать защиту в бою, мне уже прям перед боем вручили российское гражданство. А американское когда получили? Еще в 90-е, да? Расскажите эту историю. Да, в 90-х годах, когда было самое тяжелое время, то есть вы знаете, что многие спортсмены, ребята прошли тяжелый путь. Я решил не уходить в этот бизнес и в криминальные структуры, потому что я был, во-первых, человек семейный, и воспитание у меня было отцовское, в котором мы трудяги работали всегда, трудились, честным путем все зарабатывали. Поэтому другой путь я просто не принял. Я стал дальше продолжать то, что я умею делать, то, что мне нравилось, и то, в чем я хотел добиться результата, цели. Кем вы себя больше ощущаете в плане гражданства, в плане принадлежности? Я русским человеком себя, считаю русским человеком, я этим горжусь. У нас большая история, и у меня дети-то знают, что великие люди, ученые, писатели, музыканты, выходцы из России, весь мир пользуется этим, пользуется великими достижениями наших сограждан. Вы уехали в Америку, получается, в середине 90-х, без рабочей визы, с советским паспортом, насколько я понимаю. Как это вообще удалось вам сделать? Вот так вот, Господь так помог. Я верующий человек, понимаете, и все время под защитой ходил. И, видать, Господь, просто, понимаете, работает через людей. Вот некоторые думают, как же, он работает просто через людей, посылал мне нужных людей, которые в моей нужде, которые у меня были, в проблемах, просто не отворачивались от меня, просто помогали мне. И это дело было так, что когда я принял решение не возвращаться, у меня же семья осталась там, в Узбекистане, ее просто не стали выпускать, поставили паспорт, авиазскую визу. Они были просто невыездные, меня сразу заблокировали. Я благодарен, что они через Россию смогли выехать и встретиться со мной уже в Соединенных Штатах. Получилось так, что здорово получилось, просто здорово. Просто был такой момент, это отдельная история. Вы рассказывали, что еще, находясь в Ташкенте, вы были близки к тому, чтобы попасть в сферу рэкета, то есть там какие-то были угрозы. Бывший тренер, да, расскажите, кто вас втягивал в это? Я просто подробности имена не буду говорить, я просто вам скажу, что, во-первых, никто там не втягивал, допустим, силком никто тебя не тащил туда. Вы знаете, были все равно такие заманчивые предложения, и человек сам принимает решение. И в то время я сам принял решение, потому что много предложений, просто предложения были. Обычно, когда тебя знает, и ты перспективный спортсмен, и тем более в таком виде спорта, как боксы, обязательно будет предложение, Олег там подходили, вот идем сюда, вот ты перебиваешься в одном месте, допустим, не от зарплаты, в двух местах где-то получал, чтобы как-то перебиться. Понимаете, у меня уже семья и дети были. Вот. И, конечно, эти заманчивые скорые деньги, вот эти вот, на которые вот, кеша, которые на руках вот размахивали, вот ты там, я, допустим, учился в институте, но все равно в институте у меня не было времени там ходить и сдавать экзамены физкультурно, потому что я был активный спортсмен, и все время разъезжал по соревнованиям. Вот. Но когда мы приезжали, мы тоже там надо было что-то занести, там что-то дать, надо было какой-то подарок, презент привезти, чтобы тебе помогли, и по какой-то по легкой программе, там, то есть по ускоренной программе ты мог все это пройти. Вот. Конечно, все не хватало, то, что те деньги я получал, я перебивался, я у тренера занимался все время. Был такой, что ты, Алексей Давыдович Дин, да, тренер в Узбекистане, то есть великий человек, я ему очень благодарен, очень много он помогал мне, хороший человек, он и деньгами помогал, и поддерживал, и советов, понимаете? Вот. И когда нужно было нуждаться в деньгах, даже я не, 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 стремился, понимаете, хотя заманчиво было в эти деньги схватить, быстрые деньги, вот. Я просто честным путем жил. Скажи, хотя и денег не хватало. В Америку вы приехали когда, где вы жили там на первых порах, и как? Это был вообще интересный момент, конечно, сейчас вспоминать, это очень такой длинный разговор, но я вкратце скажу, что сначала я приехал, я, конечно, в Америку, думал, приехал, я приеду вот, такое там, ну, как у нас обычно первое представление, что прекрасная жизнь будет там, прекрасное где-то место, квартира, где ты жить будешь там, вот, а получилось так, что у меня приехал, мне поместили с одним иммигрантом, вот, он, оказывается, был, выходец, иммигрант из Москвы, вот, и я как-то снимал у него квартиру, то есть, комнату снимал, так скажу, в его квартире жил, снимал комнату, вот, и, то есть, платил эти 300 долларов, платил, тренировался, вот, со временем, когда уже понял, что попал я человеку, который, ну, просто он, сидел на наркотиках, когда я начал, понял это, я просто принял решение, сказал, я здесь жить не буду, я начал другое место искать, просто уехал от него, потому что мне тяжелая работа приходила, мне нужно было отдыхать, целая группа приходила к нему, он такой был все время печальный, такой себе все время был замкнутый, а потом группа это уходит, и он такой выходит, он будет и разговаривать, вот всю ночь, я говорю, слышат сам, нет, такого не надо, не переехал, к чему вы никак не могли привыкнуть в Америке первое время, что было самым сложным? Неопределенность, гарантий никакой не было нигде, то есть, я приехал, только начупал эти шаги, как что, нужно что-то захватиться, чтобы конкретно попасть в такое место, в надежные руки, такого не было, поэтому, со временем я стал понимать, что ты находишься здесь, вроде бы тебя пригласили, здесь люди, но они чисто ищут тебе, как на тебе заработать, такое, чтобы спортсмен обычно нуждается в том, чтобы были те люди, надежные люди, которые вот ты согласишься и будешь вот пахать, тренироваться, отдавать свое здоровье, драться за что-то идти, там, за семью, за свою команду, то есть, у тебя будет целька, понимаете, какая-то надежная, какая-то пора будет, вот такой пора у меня не было. С криминалом в Америке не пересекался, кстати? С криминалом в Америке? Пересекался. Расскажите. И туда же вернулся, и попал туда тоже, попал туда тоже, немножко в пару дел поучаствовал, в благих целях помог людям, которые потом мне помогли, и я через это получил, это самая семья смогла получить, с одним учетом только, что моя семья, они люди, которым я помог, помогли моей семье получить деньги в Узбекистане, которые на то время оставались, семья моя полностью, детям мои оставались без денег. И эти люди передали, на этих условиях, благих намерениях, я им помог и вернул ту вещь, которую у них ограбили. Это какая-то, это какая-то русская, да, русскоязычная была диастора? Диастора? Да, там связано с золотом, приехали, короче, прислали людям, которые выходцы из Ташкента, им прислали посылку, а вы знаете, люди, они простым способом высылали золото, с посылки высылали, ну, хитрый способ, они не проверят, а сосед, который принял по низу, он просто взял эту, присвоил, открыл, открыл посед, то есть, Федикс пришел, оказалось, их дома не было, да, он отдал соседу, пошел, а сосед взял, вскрыл, потому что бухарские евреи были, он думал, а что их вскрыть, и точно оказалось, оказалось посылки золота, вот они это золото, он себе, конечно, забрал и продал его, это самое, сразу же по цене, заработал кеш, короче, они пришли, обратились вот так вот, забрал, там было золото, мы так попали, таким путем сделали, простым, обычно проходил, это раз не прошло, потому что вот так вот, пришлось его трухануть, трусануть, вернул он деньги, те, которые он просто, по той цене, которую мы определили, будут стоить, эти драгоценности стоили, он эти деньги вернул. Интересно, интересно, то есть вам пришлось, как бы, немножко с ним провести беседу, так сказать, убедить его в том, чтобы он вернул эти деньги? Не бил я человека, людей не люблю. Я просто дыханул один раз. Расскажите еще одну историю по поводу фиктивных боев перед боем с Макколом. Вам приписывали, было такое и вообще можно ли такое сейчас встретить? Есть такая практика до сих пор? Я думаю, сейчас тяжело, потому что сейчас более такой... Я думаю, что... Прозрачный мир стал, да? Да, прозрачный. Просто сейчас все фиксируется. Просто технология, компьютеры, все фиксируется, невозможно сейчас сделать подписку, понимаете, как сказать, приписку. А раньше можно было это, потому что, когда я приехал, у меня просто... Если бы, допустим, я выступал на международном ринге, то, допустим, это уже было нельзя сделать, я официально вошел и у меня уже рекорд был бы. Но так как я был выходец из СНГ, то меня, чтобы здесь приставить, мне вот эти вот местные бои просто приписали, что я там боксировал столько-то, и с такими боями, то есть уже не новичок был, хотя я был новичок. У меня только единственный бой был один, который дал мне возможность выехать из Узбекистана и подписать контракт, это бой с Миршаченко. С неоднократным чемпионом Советского Союза, призером Олимпийских игр, призером мира, где Балладе проиграл в Москве на чемпионате мира, когда он был, сейчас скажу, в 90-е годы, где-то 80-е годы, в середине 80-е годы, на бою я был. Потом приходил, когда его финальный бой смотрел в Москве, когда были на сборах, в ЦСКА тренировались на Яробокзале. Даже тогда я не мог поверить, что со временем, через пару лет я встречусь с ним на официальном ринге, на профессиональном ринге, то есть встречусь, в официальном бою. Я держал победу, то есть я хочу завершить, я держал эту победу нокаутом в третьем раунде, то есть он просто не дооценил меня, а я подготовился к этому бою очень здорово. И нокаут пошел его в третьем раунде, конечно, это была большая сенсация, и этот бой мне дал возможность занять его место и приехать в Соединенные Штаты, и подписать этот контракт. Олег, ваша цитата. Из-за моих проигрышей менеджер хотел развести меня на деньги, и я уже не мог с ним работать, он меня просто растоптал. Расскажите вот эту историю, как он вас хотел растоптать и что это за менеджер вообще был? Ну, с менеджером, с которым я работал, знаете, я сейчас, человека этого нету сейчас в живых, вот, я просто не хочу его использовать его имя, потому что, ну, как-то неправильно. Мы, как говорится, говорим о таких людях, говорить нужно или хорошо, или вообще ничего не говорить, да, это по-нашему, по русской традиции. Поэтому я так скажу, что, ну, просто единственное, я расскажу вкратце, как это дело было, то что, когда у меня появилась возможность там, ну, боксировать, да, выйти уже на более такой определенный уровень, да, вот, то уже, конечно, и денег там было, деньги уже начали появляться в этом деле. То есть уже, как бы, я начал работать там с HBO, я выиграл там пару, пару боев выиграл на HBO. Первый бой, конечно, мне, вот, Рахмана, когда я в первом бою нокаутировал, нокаутировал, когда, ну, просто они думали, что это будет проходящий бой, потому что он тогда был на взлете, и я увидал бои, он таких серьезных боксеров, таких, знаете, не среднячков, а таких тоже, которые... Нет, ну, Рахман как-то, с Салимом, по-равному. Да, это потом уже, когда вот, допустим, когда вот Саша уже боксировал по ветке с ним, там... Это он уже на закате, карьера был, Рахман тогда, конечно. Он уже закатал, когда я боксировал, как раз, вот, он в таком, в самом разгаре был, то есть сам он в соку был, и вот это просто история, какое-то на нем было, это самое, такое пятно на нем стояло, что вот он меня не пройдет, и все, я не мог пройти. Вот такая история, это судьба такая, я считаю, потому что, наверное, сильно хотел. Вот этот бой мне дал возможность уже после этого боя на HBO, как говорится, уже начали меня присматривать, конечно, уже другие деньги появились, не то, что там боксировал, допустим, за 5 тысяч, там, ну, 15 тысяч, там, когда максимум. Тут уже, конечно, другие деньги уже появились, да? Тут уже сотни тысяч пошли, да? Еще раз. Тут уже сотни тысяч пошли, да, то есть цифры другие совсем порядок. Ну, да, ну, так вот, да, где-то да, уже так. И? И получилось так, что я этот бой после Рахмана я проиграл, я так обидно проиграл, я до сих пор бой просматриваю, когда я Кир Джонсону проиграл. Представляете, в первом раунде выхожу, смело так, я знаю, ну, у меня такое было уже чувство, знаете, что вот выхожу, вот я должен попасть его и убрать его. Вот на это был у меня настрой. Потому что там прошло, первый бой я убрал от самого Рахмана, потом Джефферсона убрал, тоже был перспективный, мы думали, ну, Москай в Джефферсон не проходит. Я его еще там в четвертом раунде заканчиваю с ним, два раза он упал, травмировал ногу, тоже такой был. То есть опасный был тоже, он всех бьющий был, всех убирал. А меня тоже не прошел. Уже раз HBO, канал HBO, то есть на меня уже начали, он говорит, ну, давай, Кир Джонсон, пройдешь, и мы с тобой на несколько миллионов подпишем контракт. Вот. А в этот момент у меня такая ситуация, что я же, у меня не родственников никого не было, у меня супруга была в положении, она должна была родиться. Она родила уже, вернее, родила у меня младшую, Викторию. Я говорю, я сам своему менеджеру, говорю, послушай, слышь, я говорю, я сам, мне сейчас не до этого, я бегал в госпитале, это, ну, не тренировался, морально я сейчас не в боксе, говорю, два боя прошел Джефферсона Рахмана, я говорю, дай мне отдохнуть. Он говорит, нет, мы потеряем контракт, никакой мы контракт не потеряли, я знаю, потому что я уже там зафиксировался, уже отметился, во мне заинтересовались. Надо было просто паузу взять и отдохнуть, отдохнуть хотя бы там, ну, три месяца, четыре месяца, полгода, вот, малая родилась бы, порадовался бы с супругой, помог бы ей немножко вот эти первые месяцы, вот, я бы успокоился немножко, от бокса отдохнул, и потом дальше с таким настроем пошел, а я везде пробегал, не тренировался, и он мне сразу под этого Кир Джонсон сует меня там, на сборы уехал, я не в бою был, я там все время звонил, как это, что там, кто тебе помогает, у меня уже, уже было четверо детей у меня. Вот. Ну, вот так вот получилось, что вот вышел на бой, и в первом раунде я вот так попал, и вот сейчас мне говорят, все, сейчас ты, это, уже в углу моем, тренер мне говорит, оба, нём, мой менеджер говорит, давай, убирай, он готов. И я вот таким настроем тоже такой, да, в себе вот так вот взлетел, выходишь, я думаю, выйду, справа ищу, чтобы попасть, и в этот момент он мне попадает, пропустил защиту, забыл, все, забыл, полетел. И пропустил сильный удар. Очень сильно не пропустил. И хотел не показать, что он меня этим ударом сбил, я назад подсел, так, и потом встал, но сам уже не в себе был, вытерпел этот удар, и пошел на него, с характером, думаю, сейчас докажу, хотел показать, что нет, ты мне не попал, ты мне не сильная такая, самое. И он меня в упор просто расстрелял, нокаутировал меня. В этот момент у меня пошел в пад, я второй, третий бой начал проигрывать, и он потом, он меня просто встречает и говорит, уже понял, что дальше со мной делать нечего, я все потерял, то, что было с HBO, там, ну, подряд несколько поражений, такие, тотальные поражения, нокаут. Да. Живые люди в Нью-Йорке, то есть те, которые в 90-х уехали в годах, у которых были проблемы, с федералами были проблемы, вот, с милицией тогда или с полицией, как сейчас говорят, вот, со структурами, то есть, да. Они уехали, вот, они там, у них был свой круг, там, в Нью-Йорке, там, в Роклине, то есть, на Брайтон-Бич, вот, и потом они их подтянули, но они не могли меня тронуть, они хотели, да, заработать, те ребята, все, эти деньги, 25 тысяч, уже вот, была какая-то сумма обговорена, что они возьмут, но они не могли меня тронуть, потому что за мной стоял человек, очень такой, очень узнаваемый, то есть, уважаемый в Роклине, у него был бизнесмен, скажем так, нормальный человек, бизнесмен, и все его знали. И знали, что без него меня, они без его команды объяснить, тронуть меня, они не имели права. Даже те криминальные структуры, они пришли, начали с ним, вот, самое, говорить, объяснять, там, вот так-то, так-то он проиграл, но эти деньги он должен вернуть. А этот человек разворачивается и говорит, не надо мне объяснять про Олега, что он вам должен. Олег, говорит, мой друг, а я, говорит, друзей не сдаю. И все, они не получили добро на то, что они могли со мной разобраться. И эти же криминальные структуры разворачиваются, эти люди, и говорят, мы все равно эти деньги будем получить, должны получить. Мы, говорит, с вас не можем получить эти деньги. Они тогда поворачиваются к моему менеджеру, говорит, значит, мы с тебя получим. То есть, на него перевели, и это дело разошлось. Вот таким образом. Так, ладно. Вот так вот получилось, что я считаю, что Господь встал на мою защиту и не отдал меня. Просто не было за мной вот этих вот, я понимаю, что люди, которые по жизни живут и делают эти вот дела, такие вот, ну, грязные дела, на чем-то зарабатывают таким грязным путем, обманным путем. Меня не было за это. Вот поэтому вот так Господь сделал, что он сохранил меня, и вот дал защиту такую через человека, которую они не смогли пройти, и просто оставили меня покойным. Три года назад вы сказали в интервью, что ваш самый главный бой, это бой с Рахманом, причем оба боя, и первый, и второй. Почему именно эти бои вот вы уделяете как главный? Во-первых, потому что они были очень тяжелые для меня. И в этих боях я должен, то есть у меня был момент, когда вот должен был шагнуть, в одном шаге был от большого ринга. Мне нужно было не упускать эти возможности, я их не упустил. И в одном из них стать чемпионом. В первом, немножко зафиксировать свое имя, как боксера, то есть меня стали узнавать все, ну, выйти уже на такой узнаваемый уровень. А второе, это уже за звание чемпиона мира. Вот я считаю, поэтому два боя, это очень важные для меня, и в которых у меня шансов не было выиграть. Ну, по истории так получилось, что эти два боя выиграл, и выиграл их тотально. Да-да-да. И причем в первом бою Рахман вообще вылетел за пределы ринга, долго в себя приходил. Вам не было даже страшно за него, может, с ним что-то случилось? Да, потом мне говорили, что это был за пятилетие на HBO, говорили, самый был... Лучший нокаут, все. Да, это, конечно, самый... Этот бой для меня, вот как сейчас я вспоминаю, был, конечно, такой очень тяжелый бой. Но я был уверен, знаете, когда я уверен в себе. То есть, я считаю, что для боксера это важно на бой, это когда тяжелый бой, в котором ты уже... Все уже тебе говорят уже в том, что ты в этом бою не выиграешь, а проиграешь. Вот. И, конечно, у тебя настрой, получается, появляется свой. Ты думаешь, вот я опровергну это, я могу выиграть, я могу. Только с таким настроем выходишь на бой. Иначе там делать нечего. А я вышел на бой, я вышел драться. У меня настрой был, я помню даже, я не переживал. Вот до того времени, до того времени, как выходить на ринг, я себя так настроил, морально работал над собой. Я говорю, у меня семья, у меня другого нет возможности. То есть, если я сейчас не выйду и что-то на себе не скажу, потом эту возможность завоевать будет очень тяжело. Вот, действительно, этот настрой, когда я выходил, я не был таким великим боксером или талантливым. Но единственное, что во мне было, это у меня было здоровье огромное. То есть, я был крепкий, здоровый, я бегал, никогда не ленился. Побег вообще обходил, даже рекорды бил по сборной СССР среди тяжеловесов, которые укладывались за 3 километра, за 11 минут. Я за 10-56 побегал. И вот этим вот, действительно, что у меня был характер, и у меня было здоровье, вот этим вот я и взял бой. Хотя я не должен был выигрывать. За Рахмана не было волнительно, когда он там в безсознанке лежал за пределами ринга? Ну, как говорится, переживал за него. Нет, я за него не переживал. Я очень был рад, что я прошел. Я до сих пор не ходил, просто мне какое-то время нужно было. Во-первых, я сломал себе руку очень сильно правую. Я даже, я уже нокаутировал его, когда нокаутировал его, я уже в таком шоке был. Просто когда ты уже не в шоке был, а, как вам сказать, адреналин такой поднимается в тебе в бою, что ты уже входишь в другой человек, понимаете? Уже не тот Олег, который там раньше, он встречается, улыбается, добрый, а такой человек, который уже готов какой-то сделать подвиг, какой-то героизм. Вот это в таком вот был адреналине. И вот взяло какое-то время, чтобы потом осознать, прийти в себя. И это берется время. А из-за чего там драка началась, когда Рахмана нокаутировали? В зале драка началась, не знаете из-за чего? А драка началась она из-за того, что когда он вылетел из ринга, упал на пол, то его команда, там, 4 человека, они были такие крепкие, там, они хотели подбежать к нему и, ну, как бы, помочь ему. Но, то есть, это самое, организаторы, они не пустили их. Начали отгонять, отгонять, они, и тут драка пошла из-за этого. И потом тут уже пошло эти фанаты, фанаты с его стороны, и наши русские там ребята были несколько, несколько, группа тоже была небольшая, да. И вот пошла драка эта. Потом полиция пошла. А вы участвовали в каких-нибудь драках? То есть, я имею в виду, в Америке-то много разных кварталов, не самых благополучных существует. Как попадалось вам? По молодости, да, в Америке. Никогда не дрался в Америке. Ни разу. Да, я давно не дрался. Уже, уже, здесь, во-первых, закон свой действует. Здесь просто так не подерешься. Были такие моменты, просто люди понимали и уходили. Иногда, знаешь, это самое, вот еду на машине, ну, вот нагло тебя черный подрезает, и все, знаешь, такой бугай, здорово. Здесь привыкли черные, ну, немножко смотреть на это самое, на белых немножко, как на ниже, физически, как на людей, которые послабли. Ну, я-то такой, я думаю, ну, хорошо, говорю, если, он такой, ведет себя очень нагло, показывает мне пальцы. Я говорю, ну, давай, говорю, отъедем, я говорю, сейчас с отцамом. Я остановлюсь, говорю, поговорим сейчас, давай. Я говорю, не переживай, уезжаем, давай, давай, остановись, я знаю, что отцамом, выйду сейчас. Хотел бы проучить его. Ну и что, вышел? Нет, я остановился, я вышел, я остановился, заехал на парковку, подождал его, он посмотрел на меня, говорит, какой-то сумасшедший, и уехал. Хм, то есть он все-таки не вышел никуда, да? Не вышел, да, но у меня желание было. Вот единственный момент, когда у меня было желание, что он меня достал, и все, и начал такие вещи показывать, думаю, что я такой человек, что это самое. Это в Сакраменто недавно где-то случилось, да? Я не думаю, что недавно идет, пару лет. А так было нормально в основном, уже считаю, стараешься себя немножко, как бы, успокаивать себя, потому что вот эти вещи, которые могут произойти, вот когда ты можешь использовать то, что ты умеешь, свои навыки, и человек из-за этого пострадает, хотя он этого не знает и лезет, вот, на тебя. Ну, я-то это знаю, поэтому я стараюсь себя немножко успокоить, потому что думаю, мне не надо, потом человек какой-то получит рам и ударится головой, там, вот, а может вообще не встать. И потом эта ответственность, то есть из-за этой какой-то глупости, из-за какого-то человека, его порыва, я должен потом отвечать, ну, зачем мне так нужно? Я знаю, что мне есть терять, а этот человек, может, ему нечего терять, поэтому он так все ведет. А мне есть что терять, поэтому веду себя нормально. Когда ситуация будет такая, что я знаю, что мне терять есть что, и кого терять, тогда я встану, конечно. В июне 2003 года у вас намечался бой с Тайсоном, с Майком, правильно? Да. Расскажите, как так вышло, что он мог стать вашим соперником, кто инициировал переговоры, весь этот процесс? Седрик Кушин был такой промоутер, вот, и была такая заинтересованность, что вот я уже побил Рахмана, все, и вот, на такой уровень вышел. Ну, чтобы провести вот интересный бой, то, что человек, который бьет, человек с легендой будет боксировать, который тоже вырубал людей, там, в первых раундах таких звезд прошел. Ну, про Майк Дайксона много говорить не надо, все его хорошо знают, даже те, которые в боксе, я думаю, не имеют таких знаний, там, или все, то есть имя было его очень известно. С кем из его команды вы вели переговоры, кто от него выступал? Да, я не знаю, наверное, с его менеджментом, я просто так, мне посвящали, со стороны, я слышал, когда бы оно произошло бы действительно, и подписали контракт, я уже мог бы конкретно, это просто слухи ходили, слухи, но они были, вероятно, что уже намечалось такое вот, тут уже говорили, уже подходило к этому, но в последний момент что-то не сработало. А что именно не сработало? Не захотели со мной боксировать? Его команда не хотела со мной боксировать. В тот момент, когда они увидели, что я нокаутировал Рахмана, со мной просто не захотели связываться. Я считаю так. А как мне объяснили, то есть, как мне объяснили, я понял. В 2003 год Майк Тайсон уже прошел свой пик, мягко говоря, сильно его прошел. Вы чувствовали, что можете побить того Тайсона уже? На тот момент, который он уже не был, который он иначе был. Я это знал уже. А потом он в 2004 году проиграл, как он, Дереку, это, Уильям, что проиграл, да? Да. А потом еще и Мак Брайан, вот этот 2005. Да, вот. А я потом встречался в 2013 году, когда я дрался с ним в Краснодаре. Со сломанной спиной приехал, сборы прошел, и у меня от самого вылетел позвоночник. Так и известно было. И я уже, на мне говорят, ой, тебе боксирует с этим, с Дереком Уильямсом. Тебе замену нашли, то есть нет того человека, который должен был боксировать, мешка этого. А есть конкретный человек, который с Тайсоном дрался в 2004 году и победил. Я говорю, ну, они говорят, Олег, у тебя спина, говорит, у тебя только сейчас вот выскакивает постоянно. Ну, я принял этот бой. Я говорю, буду драться все равно. Приехал в Россию, я все равно буду драться. Вы побили бы того Тайсона 2003 года образца? В тот момент, когда предлагали мне бой, да. Я думаю, что да. Взяли бы просто именно физической готовностью, здоровьем, формой, да? Характер. И характером. Характер очень много важный. Самое главное. Характером много чего ломает. Вот у меня такое было, что вот когда я морально, если настраивался на бои, меня не беспокоили никакие вещи, там, травмы, допустим. Я прошел три операции на правую руку. У меня и локоть был сломан. Потом у меня была полностью рука разбита, палец повыскакивал. У меня три операции, короче, принесли. После этого я уже потерял руку. После тех операций, когда сделали мне на локоть, я уже, когда с нигерийцем выходил, я уже не тут был. Я уже просел морально, потому что я знал, что у меня уже потерял правую руку. Чем вообще отличается Тайсон конца 80-х годов от Тайсона нулевых? В чем принципиальная разница? Физики. Физически подсел фильм. Я не знаю, чем он занимался, но я не могу сказать. Но физически он подсел фильм. Действительно, он спасен быть на пару раундов, на два раунда. Все это знали, а потом он уже просто все сбывал. В прошлый раз, когда мы с вами общались, вы думали даже вернуться на ринг. То есть это было три года назад и ходили... Я хотел вернуться. Скучай, я бы сейчас вернулся бы. Но не было тех людей, заинтересованные, знаете, они так вот говорят. О, Олег, сказали бы так бы, слышь, подготовься на бой, даем тебе пару месяцев. Вот тогда будет поединок. Они мне звонят, слышь, надо через неделю будет бой, хочешь участвовать в ней? Ну, я так не привыкся, я не находился каждый день уже в этой самой юрке, где я ходил каждый день, тренировался бы в такой форме был. Ну, я себя, конечно, потренировался, дали мне за два месяца подготовиться, втянуться вот в этот опять, в этот большой бокс-ринг, втянуться потихоньку там. Я думаю, еще бы продержался бы какое-то время. Желание было бы... Даже сейчас, да? Готовился и сейчас вышел. Но нет таких людей, заинтересованных, которые правильно бы это все выставили. А за счет чего вообще 50-летний боксер может побить 30-летнего? То есть как это, в принципе, реально? За счет опыта характера и физически она подтянулась. У меня уже, то есть те проблемы, которые у меня были, они уже, то есть у меня локоть не беспокоит, зажил хорошо. Со спиной я уже нашел способ, как ее можно, чтобы она была в порядке у меня. Меня научили, все поставили, без всякой операции, без ничего. То есть это у меня своя уже, своя программа, как я могу, за короткое время. Невозможно идти грыжи, которые у меня есть, позвоночник, просто вылечить их уже невозможно. Они уже все. Но их можно поддерживать, правильным путем поддерживать так, что они тебе дают возможность там на этот бой провести этот бой. И потом, то есть если ты правильно делаешь, занимаешься, этому вниманию уделяешь, поддерживаешь, то проблем никаких нет. То есть все реально. Вы сейчас, соответственно, следите за тяжелым местом сейчас, нынешним, что там происходит? Ну, не так, ну, да, но главные бои я смотрю, я не смотрю там такие, может, средние бои, там чуть выше средних. Но такие главные бои, конечно, смотрю. Тайсон Фьюри с Вайлдером смотрели, да, последние вот бои? Да. Бои с Вайлдером, Вайлдером, Вайлдером и Фьюри смотрели бои. Ну, что сказать тебе, человек вышел в фьюри, он, во-первых, уверенный вышел себе. Я к своей точке зрения скажу, я вот вижу, что произошло. Хотя у Вайлдера, он бы здоровый булгай, но он просто, ну, если как это бьет, как от самбо, как у нас говорилось, как это, как лошадь-копыта. Да, Вайлдер и Фьюри смотрели. Лучше он конкретно подготовился, он вышел морально настроен, его просто убрать, его просто стереть, его морально вышел, на такой себе уровень загнать, что я выиграю его, даже выиграю его досрочно. Я думаю, этот его настроен сломал его, и потом такую еще вещь я так вот увидел, у Вайлдера заметил, что он физически вышел, он не такой готовый уже был, как раньше. Потому что все-таки вот эти вот гонорары, которые меняют твою жизнь, и как у нас в боксе говорится уже, у спортсменов говорится, тяжело, говорит, утром на пробежку вставать и бегать там, как ты раньше пахал, когда ты уже в пижамине за одну тысячу долларов спишь. Вот, это, конечно, сказывается, когда человек прогибается, он уже выходит на бою, он думает, что это будет как, это самое, как Сбербанк будет, постоянно идешь и деньги получаешь. А так не получается, нужно вкладывать туда свое здоровье, труд, постоянно поддерживать это, чтобы потом... А когда уже у тебя все есть, ты уже наелся этого, уже тяжеловато, конечно. Я думаю, что это... То есть, Вайлдер вышел немножко не готовым, у меня эти виду, единственное было больше, чем в прошлый раз. Я скажу так, что он вышел на этот бой, что он думал то, что он делал обычно, как он тренировался, но не как тренировался, когда он стал чемпионом, и ему стало звание этого зала. А вышел так, когда этому позволяла тренировка проходить таких вот соперников, которые он проходил. А тут человек вышел конкретный, да, претендент. И он также подготовился, я не знаю, может быть, он чем-то другим занимался, таким потусторонним, которое подсадило его физическое состояние на самую, ослабило. То есть, тоже можно сказать, все может быть. Тайсон Фьюри, вот сейчас, победив Вайлдера, стал чемпионом, он и до этого Кличко побеждал, а был чемпионом по трем версиям сразу. Кто сейчас сильнейший в дивизионе? Фьюри или все-таки какого-то другого выделил? Нет, кроме него нету сейчас, потому что он, смотри, он двигается как легковес. Физически он, пока не просядет физически, он будет чемпионом. Потому что ему, допустим, во-первых, ему легче боксировать, который на ниже, вот как Кличко, на ниже будет. Соперники, хоть его будет немножко сильнее, техничный будет, тяжело будет с ним боксировать. То есть, физически, быстрее. Человеку физически, который ростом меньше и слабше, ему будет, хотя технически, может быть, и лучше, будет проседать быстрее. Поэтому, пока он физически не подсядет, он будет командовать там, в дивизионе, в тяжелом. Фьюри сильнее, чем чемпионы, которые были в 90-е и в нулевые? Или, вот, как-то, вы сравните просто. Нет, нет, я сравню, что раньше были чемпионы, взять Аталтайсона, взять Леннекса Льюиса, взять Халифилда. Так они были, такие ребята, если там, они же там, это самое, были такие спецы. Если только одну ошибку какую-то сделаешь, технически, они же это все читали быстро, как книжка вот у них была. Это у них тренера были, они же там знали, вот это только ошибку делаешь, они тебя на это ошибки поймают, так больно тебе сделают. А сейчас, сейчас вот это вот действительно что-то, человек с ружьем, он выигрывает, фиктует, фиктует, обыгрывает и все. А раньше такие ребята были, и в контратаке, и в атаке, и меняли все позиции, и бьющие были, и знали, куда тебе пропускать, дать так, чтобы ты потом будешь в воду, как эта рыба в воде глотать, в глядной воде искать, там, кислород. То есть сейчас уровень все-таки ниже стал, да? Как, по-вашему, чем-то, в ваше время. Есть, конечно, есть определенные таланты, которые выскакивают, вот взять и японского легковеса, талантливый, просто талант, да? Вот легком весе. Японский талант. Это вот, который сейчас вот этот самый кубок выиграл, Мухаммед Али. Талант. И филиппинцы такого перебил. Тоже непростого. Это талантливый, скажем, а в тяжелом весе, в тяжелом весе, вот. Ну, Усик, например, вот, Александр, как вам кажется, сможет создать конкуренцию Фьюри и вообще какие перспективы у него в тяжелом весе? Чем-то раз сможет, а то опять начинает уже заедать. Саша, Усик, Усик, Александр, как вам его перспектива в тяжелом весе? Да, тоже талантливый, талантливый боксер. Во-первых, верующий человек, он, во-первых, морально поставлен нормально. Верующий человек, который живет по заповедям, которого Господь уже бережет от этих всех, знаете, потусторонних неправильных вещей. Поэтому он стоит, нормально тренируется, в нормальной форме, во-первых. Вот, технически поставлен нормально. Ему даже вот против него в тяжелом весе, даже вот бьющий будет выходить, ему будет тяжело с ним, потому что технически и физически будет у него вот эта скорость, я имею в виду, скорость и талант его, будет тяжело по отцам преодолеть даже бьющим ребятам. Просто он не даст тебе бить, и все. Я думаю, что у него в тяжелом весе он должен добиться результата. Но я, по крайней мере, так вижу это, да. Усик, это единственный, кто может в Фьюри сейчас посоставить конкуренцию? Может. А почему нет? Он объединил себе пояса в крузервейте. Это тоже такой вес, что ребята выходят. А я попробовал, спарринговался с крузервейтом. С ними нелегко, они, во-первых, быстрее, у них скорость лучше. Со скоростью играть тяжело. Я буду просто, как муха и человек, представляешь, это просто представление тебе, я хочу сказать. Вот муха летит, ты ее хочешь сбить. У нее скорость такая, что она тебя видит уже, и ты все машешь мимо. Вот так же и в боксе получается. Человек, у которого скорость намного превыше твоей, тяжело с таким. Вот у Усика вот такая скорость. И последнее. Есть боксеры, за которыми вы следите лично, чьи бои стараетесь не пропускать? Ну, я обычно эти титульные бои стараюсь все смотреть. Обычно, во всех. Если у меня получается так, что получается возможность, то попадаю. Не всегда бывает возможность. Иногда столько делаешь, другими делами занимаешься. Когда есть возможность, отвлекаюсь от всего. Если получается такая возможность, что бой произойдет, я стараюсь смотреть, не пропускать. Что ж, на этом все. Благодарим за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайк. А чтобы не пропустить новое интервью, подписывайтесь на Ушатайку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok